Мир возвращается постепенно к привычной жизни. И с сегодняшнего дня во многих странах разрешено даже посещать зоопарки. Что еще можно делать и где, знает моя коллега Наталья Раим, она подготовила обзор. Спасибо, Аскар. Да, ослабление карантина происходит по всему миру, но Европа на шаг впереди. Так, например, лидером стала Италия, где еще недавно свирепствовал коронавирус. Там уже открыли рестораны, кафе и парикмахерские. А с сегодняшнего дня в Венеции разрешили плавать речным такси и гондолом. Еще вчера мэр города подписал распоряжение открыть водные пути в Венеции для судоходства. Но, к сожалению, сегодня никто и не воспользовался этой услугой. Туристов в Венеции, увы, нет. Германия стала первой европейской страной, где возобновились матчи Бундеслиги. Правда, пока без фанатов на трибунах Ангела Меркель одобрила проведение чемпионата после того, как разработали правила. Кроме тестирования, они предписывают даже поведение футболистов дома и на базе. Так, команды больше не выходят на поле с детьми, не строятся, не фотографируются, не жмут друг другу руки. На трибунах нет зрителей, но могут присутствовать 322 человека. Это не болельщики, а сотрудники клубов, журналисты и технический персонал. Но трансляцию матча можно посмотреть в открытых кафе и ресторанах. Здорово, что чемпионат возобновился. Есть повод прийти в бар и отпраздновать. Я очень рада. Чехия уже давно перешла к упрощенному сценарию карантина. В этой стране главные правила – маски и социальная дистанция. Поэтому постепенно во всех городах разрешено открывать зоопарки. Пражский зоопарк, который был закрыт три месяца, сегодня показал посетителям новорожденных детенышей азиатского слона. Кстати, в Болгарии тоже открылись зоопарки. Но не везде все так позитивно. В Китае прибегли к повторным мерам строгого карантина. Под него попали более 100 миллионов человек. Очагом инфекции называют провинцию Дзилинь. Там выявили 34 случая заражения. Поэтому на всей территории ввели строгую блокировку. Закрыли въезды, выезды. Выходить из домов разрешается один раз в два дня. Переживаем дежавю. Опять сказали, вы должны держаться на расстоянии от других минимум два метра. И все ради нашей безопасности. Так что ослабление карантина не всегда имеет хэппи-энд. Жители всех стран, Всемирная организация здравоохранения по-прежнему призывает носить маски, держать социальную дистанцию и избегать людных мест. Оскар. Спасибо. Наталья Раев рассказала о ситуации с ослаблением карантина в мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова